Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в культ of the кусь, собственно, в обновление, с которым мы вернулись в игрушечку. У нас остается последний, буквально, данж на сегодня и в следующей серии. Я надеюсь, по крайней мере, что мы должны будем встретиться с этим персонажем, как-то, не знаю, демоном, не демоном, который явился и который нас отправил все заново, собственно, проходить. Я не знаю, наверное, будет все-таки с ним битва. Может, в последней серии у нас будет еще игра в босс раша, во всю в него поиграем еще, будет видно. А это у нас получается, что, скорее всего, предпоследнее на ближайшее время. Так, ресурсики, да-да-да, у меня тут все готовка идет, тут молятся, кто-то болтает, просто сидит, трындит, а им с джулти. Жизнь цветет вообще, во всю. А мы приходим сразу в толкан забирать ресурсы. Кое-что остается неизменным, да? И вот, ребят, еще один момент, который я все забываю сказать об этом в серии, хотел в конце сказать, в предыдущих двух сериях. Ну, тут я вспомнил в начале, собственно, давайте сразу покажу. Вот, ребят, дорожная карта, планы разработчиков по обновлениям этой игры. Реликвия Древней Веры, начало 23-го года. Это тот самый апдейт, в котором мы сейчас играем. То есть, как бы, ну, не совсем прям начало, да? Там уже первая четверть прошла, скажем так, первый квартал. Проработка конца игры, доработка систем боя, новые враги, новые специальные возможности, другие улучшения и так далее. Это как раз-таки сейчас. Но тут есть еще расширение 2, середина 23-го года. Проработка занятий в поселении, новые сюжетные элементы, расширенная персонализация, новые специальные возможности и другие улучшения. То есть, ребят, этот апдейт явно не последний из крупных. Что-то еще, как минимум, в середине года будет, а может быть, что-то будет еще дальше. Кто его знает. Вот как-то так. Так, пробовать прочитал. Мы здесь апгрейдим. Мне писали сразу, чтобы я с кинжалом побегался, улучшен вот этим вот усилением на кинжало, что оно, мол, прикольное. Это чардж-атак какая-то, не знаю, можно будет пробовать, в принципе, сегодня. Давайте провозгласим заповедь на закон и порядок. Я надеюсь, что там будет что-то адекватное, а не какая-то опять дичь полная жесть. Убийство. Вы, получается, доступ к действию убить. Убийство решает многие проблемы, но другие последователи могут замутиться, если они подождут, если подождут, пока они заснут. Вы теряете меньше веры, когда заключаете в тюрьму последователя, не впавшего в инакомыслие. А это мне зачем? Прям в тюрягу сажать того, кто не впавший, кто не инакомыслящий. Давайте убийство себе возьмем. Может, он реально мне где-то поможет. Я не знаю. Это как там было сказано? Труд и работа, да? Что-то такие себе-себе заповеди, честно говоря. Ну, какие есть, в общем-то. Надеюсь, что мне это не понадобится особо. Но, если что, ведите себя хорошо. Так, 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 собираем тут. Да, 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 не забываем про это. У нас там тут левел апнул, но мне к ним впаду ко всем подходить каждый раз будет так. У нас надо еще ухо каламара найти и... Чего-то там еще от первого босса, насколько я помню. Забыл уже, что там у лешего не хватало. Но не суть важна. В общем-то, у нас нужен последователь 10 уровня. И 20 последователей суммарно. У меня из таких есть джанатры. Кстати говоря, тот, кто ждет не 10 левела разве, его не предлагают здесь пожертвовать. Ну, давай. Печально, мы его тут откармливали как раз-таки. Беднягу. Он так хорошо старался, но... О-о-о-о. Разработчики засранцы. За что? Зачем такие условия ставить? Магрэр умирает от старости. Фебра приходит в ужас. Особенный страх смерти. Такая печалька вообще. А, стоп, погоди. Магрэр умирает от старости. Какого хрена ты-то сдал? Ты где улегся? Вот здесь он улегся. Так, погоди. Дай пока они не наблевали. Дай подобрать его. Уйди отсюда. Как его взять-то? Я могу отправить тебя дать работу. Что-то иди, не знаю, там, возделывай землю. Все. Вот теперь... Как подойти к Магрэру? Они мне все мешаются. Во, Магрэр, наконец-то. Нет? Другой подошел. Во, все, наконец, подготовить его к погребению. Все. Охренеть, ребят, слушайте, чудо. Никто не наблевал на труп. Охренеть. Этот за мной бежит. Ну, держи. Че тут меня хочешь? Если вам правда благоволит некое божество, значит, вы можете сделать так, чтобы урожай рос как по волшебству. Провести ритуал мольба об урожае. Ну, давай принять. Окей. Можно его... Спрятать на огороде. Ну, да, в ней не пойдет. Жесть какая. Так, какого хрена тут уже насранаю? Кто посмел? Ох, нихрена, у меня что-то болеет что-то. Где-то, походу, на говняк или... Во, во, убираем все. Э, слышь! Какого хрена ты наблевал, говно? И здесь, что за хрена, что за поведение опять? Так, вроде все почистили. Так, давайте это все пособирать. А, у них толкан еще засран? Нифига бы прям... Постарались на душе, я скажу. Мощно это вы, ребят, конечно. Так, мне нужна вот эта штука, да? Немедленно созревает на всех засильных участках земли. Мы это, по-моему, смотрели. Да, они там будут копать все такое. Мы видели этот ритуал как раз-таки. Не помню, добавил я себе какой-то ритуал в прошлый раз, который так и не посмотрел. Мне казалось, что да, но не уверен точно. Ну, так или иначе, мы просто выполним задание нашего последователя. Вот так вот, я довольный. И попутно у нас реально все вырастет. Это как бы приятно. Как же это сочное выглядит, черт меня возьми. Как же мне нравится, в принципе, статистически эта игра. Так, надо бы им тут наготовить что-нибудь. Вот этого... Не, это... Блин, я все смотрю, чего много могу наготовить. Могу больше всего наготовить мясо из последователей и печеных экскрементов. Ну, еще съедобный овощный салат, от которого можно завалить. Хорошая еда, как всегда, да. Как уж приходится. Так, ладно, и все. И на этом я отправляюсь, наверное, в поход. Я наперял на себя беленькое руно. Оно дает мне 4 карты со старта, но не позволяет мне карты в пределах забега получать. Это позволяет мне делать быстрые забеги вполне себе, сразу получать большой импакт, большой баф. А больше 4 карт ты далеко не всегда даже собираешь, на самом деле. Ну ладно, там собираешь вообще больше 4 все-таки. Ну да ладно. Усердие медленно накапливается. Недавно восстанавливается, точнее, перезарядка 2 с половиной секунды. Все враги получают 2 единицы рунка, остаются полу хп. Можешь нанести критический удар, сэрд 10 партн, вы призываете щупольца, который при касании носит... А, ну, который появляется при касании, короче говоря, и бьет врагов. Так, что ты мне скажешь? Их убивали, изгоняли, и просто забывали. Их короны погружались в сон, а может в ожидание. По твоей воле земли древней веры остались без епископов. Сколько древних существ, стоившихся в этих лесах много веков, да, и теперь повылазили. Соответственно, шелково-клубитель становится опаснее. Так, неистовый топор, либо же смертельный... А, это мы и то, и другое берем. Это накаплившка в откровении, это у нас просто удар мечом. Окей, поехали. На самом деле, наверное, снять вторую ногу лучше мне потом в будущем. Так, а он сейчас... Это там, где он как раз сейчас навалит мне... мобов, да? Нерушимые узы выкованные в крови. Я знаю, что ты слышишь меня, владыка смерти. Лодный яненок. Заверши то, что было начато тобою. Ох, тут сейчас будет охренительно много волн, да? Я так понимаю. По крайней мере, в прошлые разы их тут было пипец как много. Ну, вообще в предыдущих этажах. Когда вот так вот он вызывал около своей статуи, там было волн с десяток, наверное. Так, 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 аккуратненько. Как же они громко воют! Поскрипывают так. Тихо-тихо-тихо. Засранцы. Так, там сентакли, в принципе, та теперь будет здесь бить. Она будет... Она не на время появляется, я вот не знаю, если честно. Капец, вы орете, ребята, очень громко. Вроде игра была не так громко включена, но я сейчас себя едва ли слышу. Так, этот готов. Так, надо аккуратненько быть с хп, потому что в прошлый раз я такой, типа, как обычно, агрессивно действовал, особо не экономя хп. А потом понял, что еще даже половину не успел пройти. Эта комната, она... По количеству мобов, она спавнит их примерно столько, сколько ты за весь забег встречаешь. Ой, кстати, надо быть очень аккуратным, конечно. Так. Голбанули раз. Энергии нет, опять усердие моего. Обычно она мне попадалась где-то в середине забега, мне казалось. Я думал, что она попадаться будет обязательно не в первом забеге, кстати говоря. На новый этаж. Новый данж. А походу, может и в первом даже попасться. Как повезет. И, конечно, первой комнатой встретить такое адище. Это просто дичь. У меня все, хп заканчивает. У меня полтора хп остался. У меня ведь еще больное сердце было изначально. Окей, но мы все-таки справились. И, блин, я хочу сделать немножечко тебя потише. Я потом, правда, запись все равно буду потом при монтаже понижать звук явно этого места. Потому что пауки эти скрипят очень громко. Так, это что за многоножка? Огромная. Таких моб раньше не было, по-моему. А, она выпускает шипы. А, здоровая прямо. Что-то подобное мне казалось было, но вот именно такой большой я не помню. А может быть, я просто именно не помню, потому что, опять же, я здесь был полгода назад. В последний раз или около того, типа. Они очень опасны. Само по себе, на самом деле, главное под шипы не попадать. Яд меня-то будет бить очень небыстро. Но продамажить все-таки тоже может. Готово, отлично. Дай хп-шечки. Хп-шечки не дает. Так, ресурсы всякие собираем, хотя мне не то, чтобы они сильно нужны. По большому счету, на этаже все, что я ищу, это реликвии, наверное. Потому что карты, опять же, у меня больше мы не получаем. Так, аккуратненько. Ну и восстановиться по здоровью надо будет, конечно, еще. Потому что сейчас все пока что у меня печальная ситуация. Но с домом у нас самая опасная комната. Она уже позади. Повторно она выпасть не должна мне, вроде бы. Надеюсь, я на это, по крайней мере. Так, 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 так. Этот при смерти, по-моему, бомб выбросить, если я не ошибаюсь. Окей. Плюс половинка синего сердца. Замечательно. Я вот не помню, у меня клоник будет попадаться, и он просто не будет мне выдавать те самые карты, или он не будет встречаться в принципе. Сейчас мы думаем, в общем-то, как он, по-моему, работает с этим руном. Так, паучки. Сегодня у нас задача пройти полностью этот данж. Может быть, попутно еще зайдем. Остальные части тела этих самых заберем. Так, 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 так. Надо ломать быстро. Ай-яй-яй. Не успел немножко. Наших теперь последователей, соответственно. Еще также, ребят, у меня в планах это сегодня взять Аимов, вот этот самый, у которого мы в прошлый раз воскресили. Одного из сыновей кошки взять с собой в забег. Мне написали, что его, собственно, взять его так. Некоторые написали, что, мол, кошки отнести, все такое. Соответственно, понятно, что примерно будет. Ну, она тебе даст какую-то награду. Либо релик, либо скинчик, либо номинальную награду какую-то. Ну, я думаю, что все-таки, скорее всего, она даст тебе релик, либо карту, если еще какие-то карты остались. Но вероятнее все, что реликвию все-таки. Ну, и поблагодарить за возвращение сына. Возможно, что он с нами как раз-таки, кстати, игре, я даже не знаю, у нас она заберет его или нет. Либо она его заберет, скажет, что тебе будет спасибо. Либо скажет, что, ой, хорошо, что он все-таки жив, оставляй его себе. Если ты берешь его в забег, то она тебе с повышенным шансом попадается, потому что иначе ты бы мог так очень-очень долго ее искать, скажем так. И да, ребят, с этой игре у нас клоника нет, а он должен был быть гарантированно, сколько я помню здесь. Вот, вот такие многоножки, наверное, у меня были. Поменьше размером. То та была прям какая-то элитная, здоровая. Я бы не отказался бы своего оружия на что-нибудь другое поменять, потому что, ну, не знаю, хочется что-то другое взять. Хотя и не ножик тоже. Молот, что ли? Молот тоже под вопросом. А я, кстати говоря, так и остается, что ли, некоторые, я даже не знаю. Разве он так должен? Так, вроде весь этаж залутали. Погнали дальше. Какие у нас есть варианты, куда пойти? О, есть комната с говной. Самое оно. А есть магазин с реликвией. Я, наверное, реликвию хочу взять. Не магазин, там просто халяву берешься. Так, это что у нас такое? Проклятая пудрница Эфрил. Вы применяете случайно прокруту реликвию. У меня, блин, реликвии одни и те же попадаются. Их же вроде много, а я чаще всего встречаю вот буквально несколько конкретных. У меня такое ощущение. Так, окей. Кроме, теперь у меня есть активка. Она, правда, может, что попало заюзать, конечно, мне. Оп, отрава на всю комнату. Это, в принципе, хорошо было. Соответственно, нет смысла ее как-то экономить. Я даже не могу знать, заюзать на атакующую активку или актив какую-то дефу сейвовую для меня. Но юзаем так или иначе в комнате с врагами, само собой. Что большинство активов все-таки на них действует. Именно они просто дают тебе какой-то там, не знаю, здоровщик или что-то еще такое. Проклятая прядь клоника есть, проклятая. Выносите врагам урон, зависящий от количества имеющихся карт второго. Вы можете получить больные сердца. Блин, я не буду брать. Я останусь с нашей. Хотя, вот здесь тоже релик какой-то будет сейчас. Клык аллы. Выбрушивайте молнии на неверующих. Насыщение медленное. Ну, это с нашей останемся. Наша, по-моему, самая веселая, что может быть просто рандомная проклятая реликвия. Почему бы и да? Меня, в принципе, устраивает. Законария хочу себе, может быть, другое. Хотя наши законария ведь можно прокачать. Еще не прокачать, точнее, а усилить. Вот так. Там у меня просто до этого не было особо времени, чтобы за чаржем следить. Мне надо было быстро использовать. Поэтому я этим особо не обращал на это внимания. Хотя, когда ты чаржишь, у тебя же время дается. Время замедляется, точнее. Правда, не уверен, но бьет ли оно сильнее или просто радиус повышается. Это было усиленное. А, не хватает энергии. По-моему, он одинаково бьет. По-моему, сейчас у меня крицать сработал со второй атаки. Такое ощущение, что она была значительно сильнее, чем первая, которая даже прокнула на усиление. Так, еще комнатки. Так, что меня ударило? Вообще не понял. А, огнишары здесь появляются. Окей, это тоже комнаты такие, которых не было раньше в игре. Как раз таки только я подумал о том, что... А, ты хиллер, что ли? Хиллеров надо в первую очередь гасить. Через это можно перекатываться. На всякий случай специально часто проверил. Мало ли нельзя было бы через... Да ты серьезно? Хватит от меня бегать. Я косой со своего топора. Так, 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 аккуратно. Все, наконец-то добили. Какая вроде максимально попсовая, очевидная ловушка. Просто выстрелы висят в воздухе. Ну, дважды я на них налетел. Вот так. Еще раз так же. Да, конечно, по сравнению с тем, что у нас было в прошлой серии, когда мы бегали с руном бесконечных... Не бесконечных, спама заклинаний. Проклятие, точнее. Это далеко не так сильно выглядит. Но зато у нас есть оружие, которое можно упить. Кость осталась, но пофигу. У меня ресурс, на самом деле, так и достаточно. Идешь, что мне что-то нужно. Из этого. Так, молот 10,1 урон и отравление... Нет, не отравление. Истощающий молот. А, нет, отравляющий врагов. Да-да-да. Может, я хочу его, давай. Пускай будет у нас молот вместо вот этого топора. Топорчик перерабатываем, получаем свою законную одну монетку. Награда, конечно. Просто сама щедрость. Так, что у нас тут? За события земля, пропитанная силой епископа этих мест. Скорость вражеских снарядов увеличилась. Спасибо. Зачем? Зачем мне это сделали? Так, это все можно... О! А вот об этом я не думал, что может сердце выпасть. Мне бы здоровье количество повысить, потому что у меня вот... На самом деле, это руно, оно плохое. Знаете, чем? Не то, что ты карт меньше получишь за бег, да? Хотя, ну, получится примерно столько, сколько с этим руном. Но здесь зато получишь сразу. У тебя есть выборки, не будет их. Потому что ты, обычный уклонник, выбираешь одну из двух карт, например. Какую взять? То есть у сундуков, кстати, или ты можешь еще набирать, бывает. Там допы чисто. На, ребят, вам яд. Дважды подряд одно и то же заюзали. На, еще раз. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Они в обратную сторону хотели полететь. Я даже помню, что у меня была когда такая ситуация с этим бомбом, что я из этого отхватывал. Не ожидая этого совершенно. Так, один год. Яйца готовы были, а вот это меня протамажил, блин. Здоровья не особо много. Тихо-по меня, конечно, устроит к боссу, если вернемся с таким значением. Хотелось бы даже побольше. Но можем прийти и попутно еще потерять. У нас должен быть чисто последователь главного культиста. Пока ничего-то такое страшное. Но я плохо помню, кто у нас и насколько они страшные были вот в этой локации. Сначала нам многоножку. Можно заряженную атаку делать как-то вот так вот, да? И с ней ходить. Такой сейчас ударю. А потом долбануть. Насколько сильно, это, конечно, под вопросом. Сколько это имеет смысла прямо? Вроде он так размахивает молотом прям так. Очень уверенно. Можно так перенести ее? Нельзя перенести. Ух ты, блин. Маятники такие. Не помню, как они именно называются. У меня сразу из них флешбеки какие-то с детства с Крэша Бандикута. Такая классическая тоже ловушка. За ней немножечко плохо видно все. Здесь правда. Так, и здесь у нас наверное комнатка. Касание усопших. Вы создаете призраков, из которых вырываются разом, из которых вырываются призраки. А вот это у нас неузимство на 2 секунды. Что бы взять, да? Интересно. Хочу ли я оставшуюся комнату лутать? Наверное, даже особо нет. Я могу там похиляться, а могу продамажиться. А похиляться до конца я могу еще, в принципе, успеть за комнату с боссом. Я думаю, должны успеть, наверное. Так что давайте не будем слишком сильно затягивать. Опять же, меня ресурсы какие-то особо не интересуют. У нас задача именно пройти этот данж. Так, так, так. Отлично. Еще бы нам найти ожерелье, соответственно, Света, или как, да, Света, которая второго котика воскресит тоже, я так понимаю. Было бы в идеале обоих сразу же принести большой кошке. Ну, маме кошке, да? Но это надо, чтобы у меня было... Надо второе ожерелье найти для начала. Это не за сколько времени может занять у меня. Не знаю, найду ли я это вообще. Поэтому, может быть, ребят, я сейчас на все ачивки по новой закрывать игру не буду, не знаю. Потому что не хочу пять часов записывать последнюю серию. Просто. Парные ресурсы, условно говоря. Но будет видно, пока не загадываем. Тихо, тихо, тихо. Так, зарядили. Держи. На. Хорош. Эта атака выглядит, как круговая, но на самом деле она вперед... Назад, точнее, не бьет, вроде бы. Тихо, тихо, тихо. На. Еще на. Как хорошо, что здесь весьма себе лояльные хитбоксы. Что враги меня вроде как по мне попадают, казалось бы, да? Но на самом деле не достают. Я бы так гораздо больше отхватывал, конечно. Есть. Так, не все сломать. Не успел сломать. Ну, в принципе, это паучок нам маленький вылезает из него. А как же я долго молотом своим замахиваюсь. Но все равно в этой игре вот молоты реально очень уж удобны, потому что часто бывает у тебя тебе проще сделать одну тяжелую атаку, чем две быстрые. Так, а вот это какой-то здоровяк. У него сейчас обилка еще есть, так что давайте. А, понятно, обилка это огненные шары просто. Так, и давай, наверное, я неуязвимый за юзу. У меня же есть, да? Могу, умею, практикую. Еще. Добили до конца, окей. Нас не продамажил. Хочу восстановить тебе здоровечка. На боссе посмотрим, я буду как злоупотреблять свои активки или нет. Чтобы наверняка не сдохнуть, но я бы с ним и так побился, на самом деле, без нее даже. Ну, не особо ее использую поначалу, по крайней мере. Дальше выгодно. Хочу посмотреть так или иначе, какие у нее там будут атаки вообще. Так, развернулся и с ней дробь. Что меня ударило? Я даже не увидел в конце. Тесак. По-моему, это просто обычный. Неудержимую свирепость он истощает. Неостановимое оружие. Не знаю, может быть, ты не сбивает... Не сбиваешься с атаки, если получаешь урон. Вот это накапливает шкалу усердия. Мое отравляет, да? Шкала откровения при накоплении усердия. Нет, стоп, наоборот. А на шкале откровения, который мой ресурс за накоплением усердия. Не, мне не надо, наверное. Она бьет чуть сильнее, но не травит зато. Но я останусь с отравлением лучше. Так, какой-то паука-скорпион Хаурес 2. Блин, какого-то скорпиона из-под игры меня напоминает очень сильно. Не из трона, какого-то другого. Который именно линии яда так запускал. Так, это я что сделал? Человек останутся. Тихо-тихо-тихо-тихо. Второго скорпиона призвал. Мелкого. Так, давай вот так сделаем. Погнали. Вот два удара пропишем. Это же моя тентакли вроде бы, да? Так, надо быть поаккуратнее. Я хоть могу резнуться потом еще при помощи своего последователя при желании, но я бы не хотел им не жертвовать все-таки. Запускает целую кучу снарядов постепенно. Тихо. Не хочу с одним ХП оставаться. Окей. Моя тентакли выстреливает в разные стороны? Так, офигеть. Заставляет немножечко так напрячься. Прикиньте, не было бы у меня неуязвимости моей. Мне и с ней-то на самом деле так-то не сладко приходится, я бы сказал. Ух ты, блин. Меня сейчас несет, реально. У меня ярости не осталось. Окей, все, без проблем. Побитый ягненок такой остался у меня. Так, хорошо, справились. 45 свеклы, ни хрена себе. Вот это давай сюда. Там был подарочек, но он был маленький, мне подарочки в принципе уже особо не нужны. У меня их так-то достаточно. У меня последователей каких-то качать мне особо не нужно. Так что... Так что все-таки свеклка. Ой, а кто-то... Грэ... Грэ-грэ-брэ. Помер тоже от старости. Окей, упаковать его и... В наш мавзолей скидываем снова. 6 из 12. Там еще много есть места. Точнее, как там Мортон, как там палатка разломалась. Ой, ребята, а что у вас так Вера про это самовалась? Пробовать прочитать что ли на сию? Но они меня за это не поблагодарят. Куда Вера так пропала? И что-то вы хавать хотите еще тоже? Я же вам наготовил целую кучу. Неужели я так долго был в походе? Там 15, ну, всего лишь был. Тухлая смесь. Последователь проникается к вам доверенность 10%. Вот это, блин, офигенно, конечно. Вот как надо заслуживать доверия, походу. Окей, учту. Нехило так я ресурсов набираю за одну. Пробовать, конечно. Но у меня последователей сейчас много, так что это вполне справедливо. У меня почти фулл этот сам уже есть, поэтому можно даже не... Стоп, я ритуал все-таки я хочу вознесение произвести, про это сам вот, чтобы до конца вкачать... Погоди, не туда. Чтобы до конца вкачать... Что у меня там осталось, в общем-то? Меч, что ли? А, тот, кто ждет у меня всего лишь седьмого уровня оказывается. Нифига себе, он маленький. Так, Гретти, ты какого-то хрена постарел. Да давай в костер. Жесть. Ну, такие уж у нас обычные обычаи у культа повелись. Да уж. Зато... Зато фулл докачан... Докачан. И теперь у нас тайны мечей тоже раскрываются. А-а-а! У нас молот стал таким большим, потому что я помню, что он не был таким, по-моему, здоровым. Он стал таким большим как... Ну, чардж-атака. Потому что как раз-таки я здесь до конца докачал. У меня что-то еще осталось, что ли? Я даже не знаю. Или какие-то ресурсы будут давать, когда она копится, может быть. И вот эту слезу тоже. Плюс одна проповедь у меня там выпала и плюс вот один скинчик еще. Не знаю, если я открою все скины, может быть, эта штучка ячейка ищетельная тут отсюда. В вашем последовании открыт еще один облик. Такая вот какая-то птичка. Окей. Блин, а им такой няшечка вообще. Дает половину эфмерного сердца перед походом. Такой прям глазками так моргает, такой довольный. И он, встерю, у него особая текстурка, я так понимаю, особый спрайт будет в форме помощника. Давайте себе его возьмем. Я надеюсь, что мне кошка-то поводится. Но я думаю, что скорее всего на нее шанс повышается, если ты, соответственно, его берешь с собой. Ребята, вы слишком много сурете. Я просто... Я за вами убирать не успеваю. Еще толчков больше ставить я все-таки тоже не хочу. Мне кажется, там одного достаточно. Место еще искать еще под него. Устал. Блин, охренеть, просто не тут. Вы смотрите, они туда ходят как на работу. Я не знаю. Только и бегут. Ты там что готовишь такое? Что всех так прет? Так, а давайте глянем, наверное, как выглядит у нас усиленная атака на кинжалах. Это что такое вообще было? Фига, она вообще другая. Хо. Она гораздо поприятнее. Она напоминает по фор-фактор атаки бросок топора, кстати. Я пошел сейчас в топе для того, чтобы найти уши каламара. И, кстати говоря, нам у лешего ничего искать не надо. Я в первой чаще я забыл, оказывается, а босса я не вынес. Я там вышел из данжа раньше времени, а мне вот босса надо снести еще для того, чтобы забрать глаз свидетеля. Блин, вы серьезно, что ли? У меня вот здесь, судя по всему, кошка, а вот здесь у меня ухо каламара. Я не могу туда и туда пойти. Поэтому, ну я тогда пойду на кошку. Кошка все-таки ценнее. Она как, ну, поскольку я има сейчас повторно сразу же отправить поход не смогу. Так что сделаем так. Вообще, учитывая, как оно мало маны требует, ну, энергии, оно там требует, я, собственно, там и говорил, что немного, через это можно вполне себе активно играть. Вот когда это усиленная атака, она удобная, еще усилил ты ее от прокачки, вполне имеет место быть. Удивительно, что разработчики не добавили рунок, кстати говоря, которая будет усиливать именно эти атаки. Например, делать их дешевле еще или что-то еще в таком духе, но оставляя основные атаки. Что-то вот такое могли спокойно, мне кажется. Но у нас такого не имеется. Можно и в будущем будет еще добавлено. Просто, ну, как бы так, оно позволило бы раскрыть, скажем так, лучше, вот, получается, такую новую небольшую механику в этой игре. Причем их особенность в том, что они толкают врага и могут попасть по нему несколько раз. Вот этим эти кинжалы мощные. И в том числе, мне кажется, они будут очень хорошо на боссах, потому что задевать будут только так. Ну и я пришел к кошке. Привет. Ничему нельзя верить, кроме сердечной. О, сердце помнит, мать не может забыть. О, милостивая фортуна, если я вижу сон, не дай мне проснуться. Мой котенок, отрада моего сердца. Ааа. Ааа. Так я. Прямо. О, девузитька, какая лампочка. Ух, славься на века, ягненок, благословленный ягненок. Мой сын вернулся ко мне, и душа его почти цела. Доброе дело заслуживает награды. Возьми это, я настаиваю. Если тебе встретится второй мой сын, передай ему, что мама любит, ищет, понимает его. Ооо. Проклятые слезы милосердной матери, вы превращаете... Так, ничто не сравнится с горем матери, потерявшей свое дитя. Вы превращаете голубые сердца в двукратное количество больных сердец. Ааа. Насыщение быстрое. То есть, разово свои переворачить, да, судя по всему, я так понимаю? Окей. Я думал, что там будет эффект, который какой-то связан с днем или ночью, например. Что-нибудь в таком духе. Но, походу, нет. Ооо. Ти какие лапы, да? А я сойду за второго, сыненка, а? Такой кошки-то. Ути какие. Пусечки, какие булочки просто. И вот так. Щелк на память, да? Ооо. Ути, бусечки. Я не могу прям. Просто мурмявка такая. Сынишкой. Я хочу второго привезти. Интересно, а этот останется здесь, если я за вторым схожу сейчас. Ну, если я второго как-то приведу, он здесь будет в следующий раз или нет? По сути, эти бородские кинжалов ощущаются, как заклинание на самом деле, но которое более дешевое и весьма себе неплохое. Но отличие в том, что как раз таки ты... Оно у тебя зависит от того, какое оружие с тобой будет иметься. И с каким-нибудь мечом или топором, например, я, может быть, гораздо меньше хотел бы это использовать. Так, но я останусь пока что, с кинжалами своими в этом забеге. Так, и вот у меня свидетель Астарот 2. Тоже усиленный. Так, а могут быть проблемы, кстати говоря? Так, 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 он меня ударил, пока у меня ульт шел, да? Оно все-таки так работает, можно продамажиться этот момент. Неплохо, вроде бы наносит урон это моя билка, на самом деле. Так, 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 тихо, 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 от этого доджа, в принципе, спокойно. Телепортируется. А, ну да, он же у нас занимает и приглашает еще постепенно, не приглашает, призывает постепенно мобов. Попади ты по нему, блин, когда вплотную машешь, но он тебе не может развернуться никак. Не очень приятно, конечно. Надеюсь, что с ним справимся. У него там еще потом второй будет призыв, как минимум, может быть, даже третий. Я уже не помню. Вот этого надо снесить, он какой-то бешеный совсем. Пауки-то еще, ладно, прыгают себе и прыгают, пускай. Есть. Второй прыжок и добиваем. Так. Не то! Я хотел ножи бросать. Так, давайте яд заюзаем. Снова ножи кидаем. Их надо бы поближе на самом деле кидать. Конечно, не так далеко. Потому что они у меня только кончиком могут до него достать в итоге. Так, он сейчас, наверное, уйдет уже призывать, скорее всего. Да-да-да. Еще пару делаем ударов ему. Так, второй вал намов будет уже поопаснее. Возможно, меня сейчас снесут. Мне придется резаться за счет последователей, я чувствую. Потому что я слишком как-то небрежно действовал на этаже. Хотел побыстрее закончить. Не думал, что у меня какие-то могут быть трудности на боссе. До зарядки энергии далеко. Мне бы лучше на мобах, на самом деле, было применять, конечно, свою обилку. Потому что она массовая. А по одиночной цели травить ее чисто одну, ну, как-то не очень эффективно. Так, как энергии нет вообще. Который усердие. Так, этот готов. Аккуратненько. Так, и надо усердие собирать после килов. Она как раз-таки дропает сразу же. Вот да, у меня быстрое оружие, но я не могу с него наносить урон значительно чаще, чем с медленного, к сожалению. Так, 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 ждем. Подходим и заливаем кинжалами. Во, хорошо бьют, в принципе, тогда. Все грамотные с них попадать. Нормально. Еще разок надо. Так, все, пошел последний. Юзаем яд на всех. Сколько-то он их надамажит. Блин, мне нравятся эти здоровяки вообще. То, что они чарджеры. Крайне неприятно. Босс гораздо безобиднее выглядит, чем вот эти могы, если честно. Так, 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 усердие собираем и отходим, отходим. А, он еще их призывать будет, говнюков этих мелких. Я думал, что с мелким разобрался и все, типа. Они больше не появятся. И появляют спокойно. Дальше прут. Так, 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 так. Не понимаю, когда, когда он будет на меня дэшиться, когда он будет делать другую атаку. Жесть у него хп много, конечно. Нет? Не сдамажили? Так, давайте яд на всех снова. Последняя тычка осталась и придется резаться последователем. Он задержкой бьет из своей точки атаки, кстати говоря. Этот готов, отлично. И тот тоже готов, между прочим. Давай. Так, давай, яд заюзаем. Нет? Окей, хорошо. Обязательно, блин, проходите все на пол хп, а? Давайте как-нибудь поаккуратнее действует все-таки. Сундучок, сердце этого самого, который мы обменяем потом на часть труна и поехали на выход. Прикиньте, ребят, я пошел случайно дальше и мне пришлось сбегать, потому что я не планировал целый этаж еще проходить. Я случайно просто пошел по инверте в следующую дверь вместо того, чтобы выйти через этот портал. Ну, да ладно, в принципе. Так что у нас в поселении. В поселении все вроде как нормально, более-менее. Я уже не знаю, какую проповедь мне провозглашать, чтобы там было что-то безобидное. Ну, на еду, каннибализм и трезвость разума. Вот это что такое? Все последователи получают трезвость разума, скорость работы и выражение преданности повышают на 10%. После ритуала последователь заболевает сразу 50%. Охренеть. Это типа после конкретного ритуала с грибами или после любого ритуала? Если после любого ритуала, тут у меня что, блин, тут? Эпидемия будет после ритуалов, что ли? Я не знаю, давайте попробуем это. Я просто не всем представляю. Если это будет опасная штука, ну, хрен-то с ним. В принципе, не то, чтобы часто нужны ритуалы. Но мне любопытно посмотреть. Потому что оно дает пассивку на весьма себе приятную. Если она постоянно сновой работает, то в принципе, вполне может быть там и неприятный такой дебаф. Но не знаю. Если я сейчас приведу какой-нибудь ритуал, всем плохо станет или нет? Например, панихиду на кого-нибудь. А! Ой! Я на фигуры поставил панихиду, а панихида работает на тех, кто в морге оказывается? Я даже не знал, что там... Я просто не знал, где он находится там даже. Окей. Вмезапно. И походу все-таки, да, походу там речь шла о ритуале именно с грибами связанным. И у меня теперь здесь цветочки. Интересно, а если я панихиду сделаю еще одному, который здесь находится, у нас цветочков больше станет? Нет? Даже не знаю. И теперь здесь, получается, тоже можно собирать души, между прочим. Так, ну держи глаз свидетельно. За эти глаза, знаешь ли, определенные люди сдают очень хорошую цену. Вот твоя доля. Я не помню, сколько у меня там частей у руна вообще сейчас? Может, я какой-нибудь смогу сейчас скоро купить? О, как раз. Идеально, слушайте. Я был уверен, что у меня там две или три их будет... Ой, две или три соберется сейчас только. Нет, четыре уже. Отлично. Тут есть руно, которое ты можешь поглощать усердие, восстанавливать себе хп, но сердца не появляются на полях боя. Ты можешь... Другое руно, которое повышает твою скорость бега, и у тебя больше хп со старта, и после каждой комнаты у тебя восстанавливается здоровье, но ты не можешь курукаться. Это жесть. Я не знаю, как удовольствовать на волосы, например. Есть в турне Берсера, которая восстанавливается с одним сердцем и не можете возвращаться к жизни. Вы наносите в 10 раз больше урона. Я не знаю, я по приколу это, допустим, себе открою, может быть, с ним немножечко побегаем, но опять же, то штука, которая там остается не одно сердце, а полка по тебе оставляет, получается, на одну тычку, что ты будешь. Но зато ты всех нахрен будешь шотать тоже в ответку. Ну, или почти шотать. Кроме боссов, например. Не знаю, в общем-то. Как она себя покажет на деле. Это, конечно, такая забавная штучка, но... Кстати, можно и очень быстро как пробежать, но можно где-то шальную плюху словить и ты сразу сляжешь. И плюс еще один скинчик. В этот раз... О, открыли какую-то типа креветку, что ли? Вроде бы да. Это я люблю. А вот, кстати говоря, тот самый релик, который мы от матери получили. Только он для меня ничего. У меня буквально... Нет синих сердец, да. И не может быть. Зато я всех шотаю. В этой игре, в принципе, ты можешь вполне себе спокойно, на самом деле, 0,6 от всего, поэтому с этим уроном не то, чтобы какая-то прям проблема играть. Это не равно проходить без урона в других играх, но тем более, когда у тебя x10 урон нахрен, ты шотаешь всех подряд. У тебя обычно все комнаты будут проходиться вот примерно вот так вот быстро, да. Правда, у меня умничать сейчас 12,5 урона. У меня вопрос. Сколько у него получается? Погоди-ка. Мне казалось, что у него должен быть изначально 2,5 урона. Может быть, оно плюс 10 урон, доволяет, а не в 10 раз больше. Я просто подумал, что может быть ошибка перевода. Потому что я не помню, сколько у этого мяча должно быть изначально урона. Мне казалось, что больше, чем 1,25. Не уверен точно. Фига какая так у мяча, кстати говоря, заряженная. Ее причем нельзя ждать, то есть ты как начал начал кастовать, она ударится как должна, по готовности, скажем так, она будет бить. Не можешь подождать. Тоже усиленная стала так работать именно. До этого она была не такая красочная. Натоцикли за окном, куда без него. Когти 20,9 урон. Ладно, им явно не плюс 10 урон, добавили им явно удвоили, ой, удесяти реле урон, судя по всем все-таки. Давай, пускай будут когти. На бойсе будет надо получше, если я вообще на нее доживу. Помню, я в этой комнате сейчас лягу нахрен. Что у меня за билка? Это не та, которая не уязвима сдаёт. Другая вроде бы, да, какая-то у меня сейчас. Что не выглядит одинаково примерно. Кринок там поймёшь. А, у когтей же другая так, да, точняк. Аккуратненько, аккуратненько. Так, с шипами. Не шутим тоже. Но постепенно даже через щиту так и пробили. У меня билка... А, стоп, у меня не уязвима на 2 секунды краски есть. Хорошо. Красота есть истина. Истина красота. И это всё, что тебе следует знать о своём сердце. И да, ребят, это мама-кошка, она тут... Она тут остаётся. Белочка. О! Вот! Я скин открыл таким образом. Я помню, они же давно ещё бегали, но скина они не давали вроде бы. Прикольно. 50 урона. И я возьму. Это я понимаю, что молотно у меня есть неуязвимость. Просто карта лежит на халяву так. Окей, посипки. Но если на 20% больше рано дневное время, у меня как раз ночь. Зашибись. Наступает, да. Так, я пришёл к свидетелю Агарису. Я потому что его ещё не бил. Второго, в смысле. Так, 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 аккуратненько. Держи плюху раз, держи плюху два, почти его добили. И сейчас сами сдохнем. У меня есть эмулет, который с шансом 20% заблочит получение урона для меня, но на него не стоит слишком тоже полагаться, мне кажется. Будет явно лишним. Так, уйди от меня. У меня сейчас бомбочка вылетит с перекатом его, держи. Так, юзаем и добиваем его, хорош. Три удара на босса. С молотка. Ни на сколько чардж-атака бы ему нанесла, конечно. Причём не усиливает мои партняты, это усиливает урон только этих самых, только именно обычных атак. Ну, оружия точнее. Насчёт чардж-атаки не знаю, наверное, её тоже. Ни фига, у меня ресурсов самых ценных. Вот это я нахапал, конечно. Так, выгодно выращивать, после неё все срут, и потом можно больше ещё выращивать, соответственно. Бесконечный цикл тыквы в природе, да, в культе нашем. А вот у нас креветка. О, кстати, можно её с узиками сверху сделать, мне такая больше нравится. Первая, конечно, забавная весьма, да, но это как-то, не знаю, по-моему, милее. Ну, пускай будет розовенькая, как раз-таки такая, классическая, как это есть. Плюс креветка в культе можно будет покушать по придюрёв все дела. Но пока-то иди молись, мне пожалуй. А чём мне ещё? А, вот. Богословение Кдая. Вы можете заменить оружие или проклятие, но его уровень будет уменьшен на 1. Применимо только в начале похода. А, типа рерольную, да. Ну, понижение уровня на 1, мне кажется, совершенно не обязательно было делать. Как бы оно мелочь, совершенно там, будет едва ли ощутимо, но, тем не менее. Ну, дай же мне амулетик, дай же амулетик. Хорош, ну, блин. Какого хрена? У меня постоянно это соберет. Амулеты реже всего дропаются. Этого я, пожалуй, оставлю себе, говорит, я проголодался. Это ещё и болеет, бедняжка. Больной Турангры. Как пройти мимо такого несчастного лица просто не помочь им? Этот паучок засранец такие лапки свои практически так потеряет, потирает, знаете, как муха, которая как будто бы задумала хитрый план. Заходи ещё. Как же хочется ему накостылять иногда. А за что мне сейчас дали вот это всё добро? Погодите. Я взял руно проклятие, что ли? Ой, реально. А я думал, что я взял... А, ну да, проклятого похода я взял себе сейчас. Точно. Я хотел взять то, которое ничего никаких статов не делает. Ой. Чуть-чуть перепутал. Ну ладно, допустим. Можно заменить его за 50. А, оно тоже выбрасывает, смотрите, да? Разочек можно так сделать. Может быть, можно оба сделать так, не знаю точно. Ну окей, тогда мы сделаем ещё забег. Один с этим проклятием, почему бы и нет? Оно сильное, оно удобное. Но энергия сейчас против таких толстых врагов, конечно, не хватает её. И она будет долго-долго восстанавливаться у меня. Ну так, сравнительно долго, скажем так. Держи. Отлично. Готов. Этот тоже. Мне нужно сюда сделать ещё два забега и третий будет решающим. Я думал сейчас попытаться, типа, пройти актуально какой-то данж с помощью руна берсерка, но мне будет потом, типа, впадлу заново начинать просто. Типа, не хочу этим заниматься, честно говоря. В случае смерти бежать по новой то же самое делать. Небольшой я прям-таки фанат. А скорее всего где-нибудь на боссе я так или иначе допущу ошибку, я думаю. Держи раз, держи два. Просто всех легчайше выносим. Спамим так. Блин, надо посильнее всё-таки закинание какое-то, потому что, ну, этого урона не хватает. Тихонечку. Зато удобно отражать выстрелы можно. Да, можно релик ещё хорошо будет. Священная пудреница и фрил. Снова случайная священная реликвия. Сколько раз мне попадалось пудреница и фрил священные проклятые вот эти вот две? Раза в четыре больше, чем любые другие релики, мне кажется. Очень немного дропаются. А остальные как-то время от времени встречаются. А эти почти в каждом забеге. Но это, блин, сочный звук был, да? Снова мы тут загляд за окном, как всегда у меня. Несколько раз в серии он теперь проезжается стабильно. Я не знаю, как это работает. Почему они раньше не ездили так часто? Чёрный хор при получении урона, плюс ещё карточка за 70 монеток. Что ты мне дашь? Подушать камни при касании вы можете нести критический удар 10%. Я надеюсь, что это работает на наше заклинание. Вроде бы... А, нет, на взгляне не знаю. В прошлый раз мы чардж-атаку усиливали так. А вот заклинание не уверен. Даже ещё. Усиленными ударами лупим его просто по полной программе. Добили. Из врага у меня дух вылетел, кстати говоря. Не знаю, до сих пор можно сказать, усиленная атака она бьёт ли сильнее вообще или нет, или только радио всё-таки. И пипец, как я буду сейчас их долго тут гасить. Надо было, конечно, вместе собрать, но они, блин, разбегаются. Что с этим поделаю, да? Наконец-то. Один готов, но, блин, надо ещё второго снести. Надо прям очень аккуратно с энергией всё-таки распоряжаться, иначе я буду в некоторых комнатах целую вещность проводить. Так, в сундуке, к сожалению, золото. Мне нужно реликвия, игропай. А, стоп! Стоп! У меня же реликвия была! Я же мог её, в принципе, использовать. Тут магазин последовательный, там магазин с реликом. Давайте в магазин с реликом. Может быть, релик там будет какой-то более стабильный, носящий урон, или что-нибудь такое. Палец экзорцизский. Вы призываете в бой двух демонов. Крупкая реликвия. Ну, давай, ладно. Юзаем её. У нас два демона теперь на протяжении всего забега с нами будут, но от реликвии мы, соответственно, получается, до этого отказываемся. Ну, там что-то. Так, сожжение, разрушается у нас, да. Так, и ломаем. Но зато у меня есть лучник и что-то ещё. Так, стараемся по толпе бить именно по нескольким мобам. Это гораздо мне выгоднее будет по энергии. Так, вот это вот должны прям... А, не, не, он не получает больше урона, если мы убьём по нескольким секторам, к сожалению. Но всё равно урона достаточно, вроде как. По-прежнему, я хочу, конечно, поменять своё заклинание на что-нибудь другое. Очень сильный орунол, но тебе нужно именно, чтобы под фрячь изгнали, потому что вот этой махалкой, например, она удобная, но у неё урона нет совершенно. Особенно, если промахиваться, да? Так, мелких пауков мы быстро снесём. Ну, либо тебе нужны целые толпы мелких мобов, да-да-да. Но против одиночных толстых, против босса в конце ты просто охренеешь. И так, в целом, кстати, к таймингу даже на самом деле более-менее привыкаешь. По-моему, причём есть какой-то тайминг. А-а-а-а. Погоди, нет, погоди, не понял. А как бить в две стороны? А он то бьёт в одну сторону, то в две. Вот опять пудреницы фрил, но проклятая теперь. Он если до конца заряжаешь, он делает сильную атаку, оказывается. А если в нужный тайминг, то должен Делать в две стороны, мне кажется, что я в нужный тайминг Проживаю, он убьет все равно в одну сторону Не, не, надо прям походу на начале Шкалы этой чисто лупить, тогда, да Не в середине этой шкалы, а прям в самом начале Ее, вот тогда он будет бить в обе стороны Так рано было Тоже рано Но зато теперь у меня Есть релик еще, может если он Будет прокатся на на сине урона, будет хорошо Так, давай Он мне прокнул сердечко, в принципе Почему бы нет, в этой комнате у меня другое на самом деле Особо-то не нужно было, это самое Наоборот, у меня был хороший распад Даже Где попало, так-то не нужно Так, есть другой релик Вы призываете глаза, которые вращаются Вокруг вас и замораживают врагов при столкновении Снова хрупкая реликвия, которая разбирает мое Я сразу ее активирую, соответственно, это всегда дает пассивный эффект У нас удвоен мы получаем урон, что я у здравов У врагов Уменьшен вдвое, оказывается Охренеть То есть они еще и тонкие здесь Я их с учетом этого столько времени бью некоторых Жесть, как у меня все может быть Так, нашли бросок и хора Ближний бою мощный удар, который замораживает врагов Я хочу бросок и хора лучше Я его сама возьму, а эту штучку я скидываю Будет гораздо эффективнее, я думаю Самородки Не особо полезная валюта здесь, конечно, но Ну, пускай будет Оп, чертеж еще, кстати, у него Хорош, давай Шел как вот колыбель, какой-то крысюк Открыли скинчик Окей, спасибо Ну, это тут эти Няшкаются Лапы Погнали за здоровичком А, или стоп, это кому-то хилки Это кому-то точно Такого-то вот этого крыса же Я смотрю, где видел эту корону Мой брат носил такую же Да неужели? Знаешь, честным братом стало Можете себе не знать Это мне до сих пор за это Стыдно Никорина себе Спасибо А может, что еще будет? Еще будет реально Нормально у меня так нарегинил Передай ему от меня привет Сам ему можешь передать Как когда-нибудь потом Жалко, что крыса Нельзя вас воскресить Вот было бы, мне кажется Это очень аутентично Тоже не то, что аутентично Было бы, ну, уместно На плане того, что ты все-таки Воскрешаешь всех последов Всех культистов этих Воскрешаешь их Забираешь их себе в культ И вот с крыса было бы аналогично Мне кажется, вот тоже То, что напрашивается Потому что Думаю, не только меня Совесть мучает за За то, как мы отдали Крыса этому демону во тьме Или как нам Зубы во тьме он назывался Да, да Это и хора Жалко, что это там модификация Которая не делает дополнительных взрывов Вот та было бы вообще приятно Это просто она раскидывает Яд и делает одну сильную пичку Но, в принципе, в любом случае Получше, чем то, что Тот закная, которое у меня было до этого Отбрасывая врагов на себя урон Множество щупалец Не хочу Щупальца множество тоже Стрих можно направлять Которые в разные стороны Но меня и хор устраивает Вроде как Он и пассивно Ядом добавляет урона Тоже Отлично У и хора сколько У и хора 11,8 То есть Ненамного он больше Давайте я возьму себе реально Вот этот вот Огонек Выстрел, точнее Если сблизи будем подходить То это все сразу будут попадать И будет хороший урон Сколько-то будет так получаться Не уверен, конечно Но на комнатах Оно должно быть удобно В принципе В любом случае Взрывные снаряды еще такие Вы призываете бомбы На поле боя Хрупкая реликвия Так, звучит так Что это разово сработает Только и все Поэтому давайте Я на боссы, наверное, лучше заюзаю Ну, она как написана Хрупкая реликвия Я имею в виду Что это не пассивку активирует мне Как были предыдущие Как будто бы реально Полноценная хрупкая реликвия уже Слушайте, а у них так-то Разброс не очень большой Не то, что мне надо Прямо вплотную подходить А ну, они весьма себе бьют И по толпе И по одиночной цели Я думал, что они сильнее разлетаются Да и тем более Что хитбокс Когда попадаешь в краешек Буквально Нам все равно задевает Считается Так, окей Пришли к кому Випар 2 Жутко он выглядит, конечно Давай Мегабомбы Целая куча бомбочек Разово, да На котором не скажу Что он унесли Как-то очень много урона Если честно Держи снарядами Выстрелами Ай Просто заспамили Так, этих тоже Отстреливаемся от них Они мне больше энергии Должны в обраточку Возвращать Если мы их выносим Взрывные еще активируем При хорошем чарже И просто уничтожаем его Потихонечку Не скажу, что какой-то Фантастический урон Но Так или иначе Нам его более чем достаточно Можно заспамить Под конец Думаю Все Уничтожено Плюс слеза божества И на этом мы Завершаем второй забег Так, это что Ожерелье с цветком Не потому что он дает Но пускай будет оно допустим Хотя я Ожерелье забил болт Уже давно И никому их не отдаю Особо Давай за огромную жизнь Теперь провозгласим Например Ненависть к старикам Все последствия Получают ненависть к старикам Вы получаете 10 единиц веры Когда убиваете Приносите в жертву Или поглощаете пожилого Последователя Вы теряете 22 единиц веры Когда пожилая последователь Умирает своей смертью Пипец Токсики Возвращение в землю Доступ к постройке Постройки? Вы получаете Доступ к постройке Компостное захоронение Тела умерших последователей Превращаются в удобрения Ух ты Вот это гораздо интереснее звучит Правда, блин Как-то это тоже Не то чтобы Очень этичная штука По-моему На компостное удобрение Опускать Своих последователей Но Это хотя бы Что-то любопытное А вот и она Собственно Мне на нее не хватает Золотых слитков Да Соружение, где можно Превращать трупы В удобрения Охренеть удобно Так-то не бывает штука Если так задуматься Потому что Так, это набираем Что-то мне никто Доски не хочет делать Я их поставил Еще в прошлой серии По-моему Потому что сейчас Ничего не устанавливал А это пошел Жрать перед сном Вот такого птыца Можно сделать Нихрена себе У него какой клюв Становится такой Продолговатой Головой Не важно, что у него Там есть клюв А есть троты И они находятся отдельно Так надо Так задумано А, и кстати Вот смотрите Убить Блин, это жесть Прикиньте Принять В последователя В культ Заболевшего Выкупить у паука Для того, чтобы Сразу его принести в жертву Ну не, не, не Не за что Бедняжку Не то самое Давайте его восстановим Сразу же А потом убьем Ладно, я шучу Все Хорошо с ним будет Я не буду его трогать Сегодня Вот, наркал Амулет дня Дай мне Дай мне этот амулет Несчастный Каламар Я Ты думал Я не замечу Не услышу Звуки в кустах И пошел Дальше готовить Да Наготовил Пошел Просрался Пошел дальше Готовить Хотел ингредиентов Себя На это самое Да, еще Набрать Теперь дал амулет Но по-моему Это не тот амулет Который мне нужен Да, я так понимаю Что это вообще такое Я не помню У меня был вообще Нет И только жили миссионеры Сохранили эту душу Направ ее к дому Украшение Помогающая последователю Вернуться к зданию С заданием Невредимым Ааа Тип на заданиях Можно будет Отправлять без риска Окей Это именно тогда Когда они собирают ресурсы Стилет предателя Это просто По-моему Самый классический Обычный кинжал И заморозка Это нормально Пойдет в принципе Погнали Нам остается Одного еще вынестись Да пусти меня К яйцам этим Ну Некоторые сломали По крайней мере Это уже Блин Это уже хорошо Полный кинжал Надо реально Вот Когда ты с ним бегаешь У него автоатака Конечно Вообще Такая себе Но вот эта обилка Наверное Самая лучшая Из тех Которые Чарджи атаки Были у других Оружий Она и не чардж В принципе Да ты ее бросаешь Просто сразу же Как навык И она бьет Много раз Глава попасть Грамотно еще И тогда она может Снести босса Очень даже быстро Да и моб тоже В принципе Опять же Суть в том Что она энергии Ее ест очень мало Гораздо меньше Чем обычное проклятие Она наносит По эффективности По эффективности Как минимум Сопоставимо Не знаю сколько Она наносит урона Там Но он прям Достойный весьма Моб остался Еще попауки В этих самых В кустах Так и мыкаются Да Терпения не хватает Чтобы аккуратно Как-то действовать За это Отхватываешь Постоянность Урон врагам С которым Сталкиваюсь При паурке Ускорился Передвижение Сейчас 1.25 раза И плюс 2 КП себе еще добавим Нормально В принципе Ну лотерея Не подведи Давай Не баф На врагов Земля пропит На силу Епископа Этих мест Расход усерден На проклятие Увеличился вдвое Вот я такой думаю Вот сейчас я скажу Не баф На врагов Оно мне даст Не баф На врагов Но какое-то Другое говно Реально Дало Оно сделало Добав на меня Ну как бы Формально Не баф Врагов же Да Правильно Ладно Я понял Так Плюс еще Чертеж за то Ваш Какой-то Еще один облик Это у нас Какой-то Это по-моему Енот Да Я так понимаю Потому что Учки какие-то Есть на носу Для раскрасок Такая Блин Как здесь не хватает Его брата Ой Какой же он Как же мне нравятся Эмоции Которые Вот как они выражаются В этой игре Их буквально Несколько штук Казалось бы Да Но они такие красочные Так Выслушать Ну давай Всюдусьма Всюду страдания Скажи Тебе когда-нибудь Приходила мысль О том Что наш мир Жесток и несправедлив Жизнь боль Жизнь чудо Ой Что-то Дэд инсайдом Каким-то Попахивает Да Ну я искренне считаю Что все-таки Жизнь чудо Надо было поддержать Типа Его упадническое настроение Но Простите Нет Иди ты в жопу Чувак Позитивнее Смотри на мир Вот считайте Нахрен Вот этот толстый моб Он почти полностью Готов был То есть я больше Я примерно 15 урона ему нанес Потому что я глядю на то Сколько там урона У меня у кинжала Я ему 4 удара сделал Он нанес меньше урона Чем с той комбинацией Тут где-то так Да Можно носить Но это опять же Это с нескольких Нескольких ударов кинжала Такое ощущение Что можно носить кинжал И бьют сами по себе Столько же Сколько обычный кинжал Либо чуть сильнее Но если ты подаешь Несколько методов Там уже начинается Конечно вкусняшка Так награда Тоже кинжал В принципе давай И мне соответственно Ребят абсурдно пофигу Что у меня вдвое Стали дороже проклятия Потому что я бью Не проклятиями Я бью усиленной атакой Я себе взял Там сейчас нашел В магазинчике Неузимый снова Мало ли вдруг Мне пригодится Хотя я сильно В этом сомневаюсь Скорее всего Я буду бить В тюману свою Трати чисто Вот эта абилка Потому что без нее Я не ношу урона толком А с ней можно жить С ней вполне себе даже Окей у нас так А он само там Два написано Мы на два Нам на два этих самых Фокалор Два Огромный Какой-то страшный Кучара Так-так-так Аккуратненько И засираем Просто снарядами Слушайте Да У кинжала Прям хорошая Атака Реально Ауч Вот это я зря Заюнулся Или я неузимый Прожал Она потратила Всю мою энергию Хорош за мной бегать А кстати Я могу бомбу еще Призывать на поле боя Да у меня же есть Реликвия Не скажу что У нее много Очень толку Она может В комнату зачистить Здесь там Целая куча мелочи Всякое Но на бось Не то что Вы слишком эффективно Окей Либо семена свеклы 14 Либо просто Готовые свеклы 46 Интересно Что же бы выбрать Да Пожалуй Готовую свеклу Конечно Семена дают Больше С каждой единички Но там Не в таком количестве Не в три с лишнего раза Знаете Компостное захоронение Поставить вот сюда Чтоб они смотрели Что если здесь заполнится А вот здесь заполнится Скоро кстати То следующие ребят Пойдете вот сюда Не знаю Ну что-то я даже не знаю Нигде что-то штуку ставить Нам какая-то такая Какая-то не очень Позитивный предмет Если че не очень Позитивное настроение Но давай же Чтоб красиво было Завершение серии Дай мне этот амулетик Нет Хрен на нее С маком Просто не амулет Давайте возьмем Ребят себе Поход лешего Возьмем хикат И возьмем каламара Чтобы три последователя Три культиста Пошли надирать Жопу с четвертому Почему бы и нет Хикат у нас Стреляет Если мы сможем Все взять Но я думаю Скорее что Они все Все разные будут Поэтому мне позволят Не буду в этот раз Я брать того Кто ждет тогда В принципе Я думаю Что и так должны Более-менее Фраги Где каламар Вот каламар Он у нас орг Окей Берем Он вправо Низк в уровне Да От них толку будет Почти Ни Почти Нисколько Но Ничего страшного Так Один заболел Что я там Капусту наготовил Мы таки пришли С него Дань собрали Еще Леволап Да Отправить лечиться Можно не отправлять лечиться Сразу приходить лечебницу Вот так выхиливать их Но я как-то по инерции Делаю уже Гораздо больше урона Чем обычное оружие Священное топор Но судя по всему Реально имеет плоско Плюс 2 урона Соответственно Если был бы кинжал такой Это было бы гораздо эффективнее Я только ушел И у меня Джулер умер от старости Фебра Мне уже который раз Верность мою Снижает за За смерть кого-то Так А топор можно кидать Это в принципе тоже эффективно Но Пока он у тебя летит А Кстати говоря Эти гильотины Оказывается бьют врагов Хорошо Не гильотины Майкинки Скорее Не помню Как они там точно называются Так или нет Щупальца Это ура Вы призываете щупальца Которая приносит урон При столкновении Вот это хорошо кстати Что-то уже Поле любопытнее Давайте-ка Останем здесь И пускай Оно там нахрен лупит Может быть на боссе Будет как раз хорошо Хотя Почти 100% Что оно до босса У меня не останется Потому что я просто Что-нибудь хрупкую реликвию Найду какую-то И придется заменять Посмотрим Время 3 Меня еще и стреляет Да Хорошая Хорошая штука Вполне Так-так-так Не тороплюсь Слишком сильно Что-то там за обилка Погоди Как-как-как Как юзать навык Вот так Все Вспомнил Проклятия то есть Там подхиливают Туда-сюда Готов 1 Стараем слишком много ХП не терять Потому что все-таки Босс в конце У меня нет Огромного запаса Какого-то Поэтому Не обосраться Выпускайте снаряд При замахе оружием Можете получить урон Давайте снаряд При замахе оружием Это каждые 5 секунд Он улучшенный Так что это будет Частенько срабатывать Он так приятно Неваляет урона В принципе Одно синее сердце Уносит удоб урон ядом Это инфузия Стабильная В принципе Приятно Так Здесь у нас Жертвует здоровье Он по-моему Не максимально забирает Да и повышает себе урон Так что В принципе пойдет Принесено жертву Одно красное сердце И дамаг вверх Да-да-да Так у нас там было 7,4 Да по-моему Уносит разница в статах Нет Стало 8,1 Ну не скажу Что сильно как-то повысилось Но повысилось Так или иначе Это я так знаю Что будет работать На все оружие Не только на мое текущее И это весьма приятно В таком случае Я по крайнейм Надеюсь Что он будет так работать А не как в КВНСДФ Чтобы у нас потом Можешь сгубаться И пропасть куда-нибудь 173 день у нас в культе Уже пипец конечно Там правда Половина из этих дней Это было просто Фарм Когда я фармил Ачивки последние Но тем не менее Нам потом еще раз Разок надо бы Только данж сходить Конечно за Свидетелем еще И на следующую серию Остается как раз таки Остается босс раш И финальный какой-то босс Бой скорее всего Или босс Ну это и другое То есть Так я хочу Релик хочу или нет Погоди-ка Наверное я бы лучше К кошке пошел Если честно Давайте вот сюда А потом дальше Решим По дороге Либо кошке Либо на вопросик На вопросик Это опять же лотерея Хотя опять же Ну чтобы три раза не повезло Это надо быть прям неудачником Да Хотя Зная себя В принципе В принципе Изи Ну и так Я шутка Само собой Вот так я Не верь ни в какую Неудачу И так далее Довести того На что ты больше Книгируешь внимание Именно Там есть какая-то погрешность Все такое Ну не то что там Вот тебе принципиально Будет не везти А другому человеку Там прям везет Что это как-то там Какую-то сверхъестественность Какую-то имеют Не-не-не Чисто так Попорофло Не более того Топор Топор тоже Может несколько раз Ударить Но с этого Делать тяжелее Если его Получится Застрять Им Внутри врага То получится Что-то Знаете По аналогии Как бьет крест В Децелс Ну это в целом Такая классическая Тоже атака Классический Классический тип оружия Пробросаешь Тебе надо Расстояние А вот это было нечестно Я не знал Что они Что-то такое сделают Сразу меня ударило В целом Бросать его Даже если он Два раза бьет Буквально То это уже приятно Правда он может ударить И один раз Если ты сместишься И он вернется Не в ту точку Откуда Начиналось По возвращению Вот так например Сделать Да Но на боссе Думаю он будет легко Дважды бить Слушайте прям хорошо Бьет Слушайте Вот эти вот После апгрейдов Они стали прям хороши До апгрейдов Они как будто бы Не имели смысла После апгрейда Лук это достойно Возможно что и у когтей И у меча Например аналогично Что меча я там Немножечко поюзал Но Не обратил внимания Сколько он дамажит Молота тоже Аналогично в принципе было Так Мне радо что меня пробивают Время от времени Надо найти где-то Много синих сердец Ну в принципе Планка красного есть То я так Отхватываю А обратно Ресурсы свои Не заполучаю Ну что-то не заметил Что здесь у споник был Потропился Походу при выходе Два синих сердца Хорошо Это хоть Казалось бы Такая штука Которая не бафает Мой забег Посилена постоянно Но это просто Расходник Но Учитывая что Забег небольшой Дистанция маленькая Это более чем Умеет смысл Кошечку забрали И поехали на Давайте к кошке Кошка может дать Какой-нибудь чертеж Например Новенький Может не дать чертеж Может дать подарочек Просто Но зато мы еще раз Посмотрели И поумелялись На эту парочку На этих лапочек Надо им баловернуть Конечно обязательно Но блин Попробуй еще Найди Найди этот долбанный амулет Выбей точнее Его не найди Выбей вопрос Надо не юст Это на самом деле Тинтин так Тогда когда рядом Прям с врагом Нет 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 Уйди Нет 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 Я промотал случайно Пардон ребят Я случайно прокликал Кое что Я вот предпочитаю Всегда выглядеть опрятно Богато и солидно Прошу извинить Мне нужно быстро проверить Одну дельца Уйди Опять он ко мне В карманы залез Минус 1341 монета У меня нет слов Мне некоторые писали Там мол Попробуй его ударить До того как он тебя заберет У тебя сразу начинается шорткат Ты не можешь Ничего здесь делать Стоп Ай больно Ой Ой прекратите Погоди-ка А он раньше Не оставался Ведь здесь Грабеж Дали ачивку Ой прекратите Мы побили Мидаса Но он вернул Мне примерно 3% От того Сколько он мне Денит стрел За все время Он до этого Всегда исчезал Поэтому я побить его не мог А здесь он остался А где остальное? Говнюк Верни остальное Ты только что У меня 1300 Забрало Вернул копейки Какие-то Вот бывают же Эти самые Так Молот С огромной Разрушительной силой Шанс на криты У этого молота Есть Стоит ли брать У меня есть Топор Который просто Лупит сильно Который усиленный Сам по себе Я не буду брать Меня устраивает Мой топорчик И еще он Удобнее кидает его Так Получаем урон Здесь удвоен Надо быть очень аккуратно В этой локации Не хочу я совершенно удвоенно Получать урон В руках конечно ХП понижено Соответственно Но Каждая пичка Будет для меня Крайне ощутимой Так Отлично Обилку И зануть Пару раз Время от времени Стоит использовать Это проклятие Потому что я Свою энергию Не буду успеть тратить На чардж атаки Чисто Мне ее столько Не нужно будет просто То есть пока топор У меня как раз таки По каунтам летает Отлично Уверена В принципе разобрались Так Жизнь Жизнь силы Крадет Это Пылающий выстрел Это одиночный Я наверное Ставлю наше проклятие Все таки Она поинтереснее Как выглядит Бросок Две тычки Так Вот здесь надо Есть Хорошо Почти всех снес Ладно Два Два паука возродились Но Не проблема была Арар умирает От старости Так Погодите Ты сейчас Там блин У меня Она помирают Они Мне там Веру Все просрешь Сколько раз Вы не получаете Урон от яда Хорошо Так Там была еще Какая-то комната Оставалась Одна По-моему Да Да Давай Я надеюсь Что он меня не продамажит Он ничего Не потеряю Я отсюда Да Но она к сожалению Пустая Тупиковая Так Выпусти меня Пауки С жалом Как у осы Реально Реально прыгают Так просто Вонзаются В землю И застревают Продавать оружие Мне эти Пады Просто Отвлекаться Лишний раз Так и все У нас по-моему Остается Если не ошибаюсь Последняя комната Да Последняя комната Здесь нас ждет Уже Шамура Он по-моему Был проще Чем Каламар Если не ошибаюсь Но я не помню Что он делал Все равно Так или иначе У меня опять здоровье Не скажу Что слишком много Попчик Но более чем достаточно Если не фейсролить Его слишком агрессивно Но даже он стал Еще сильнее Чем был в прошлый раз Я думаю Что я быстро Его вспомню Дальше Надо приноровиться К тому Что у него Такие атаки добавились Что усложнилось Может поначалу Не стоит торопиться С нападением на него В целом Топор мне позволит Достаточно дешево Бить издалека Синяя половинка сердца Отлично Приятнее всего Конечно Когда сегментарный враг И ты в него кидаешь Вот таким топором Вообще приятно Все враги получают Три дни с урона Когда остается пол сердца Какая хрень Я удивлен Что такие очевидные моменты Так у нас и не меняли Если честно Что это за глаза Я их впервые вижу По-моему Они такой луч Между собой имеют Цепо у меня бить будет Наверное Не знаю Если я один глаз ломаю Там луча не остается Второй Что-то делать Будет вообще нет Кстати говоря Неплохо так Он его сейчас Они бьют Это слабенько Но он оглушил Цель Мой последователь Помощный Конечно Тиние всего Из последователей Те которые дают себе сердца Так или иначе Чем те кто дамажит Но так зато забавно Они всегда с нами Тут находятся Добавляют уверенности Скажем так Ну и последняя дверка Открывается Открывается Шамура впереди нас ждет Посмотрим Как он будет выглядеть В форме последователей Еще Потом надо будет Сюда еще в розыск вернуться Я думаю Что может быть Это будет в следующей серии Я не знаю Так разогревочный Забег перед боссом Ох там ловушки появились Неприятно Мне бы в центре Желательно поставить Тентаклиум Я присоединюсь К твоей бесконечной битве Чистилище Уподобится Миру смертных Я присоединюсь К твоей бесконечной битве Такова будет моя кара У него соответственно Голова Да он Типа не думая О зле у него было Да у него голова проломана И видите Она у него так Забинтована Как он сейчас изменится Посмотрим Визуально Вращается Паучка Криповники Конечно Напомнил мне чем-то Одного Босса из одной Из одного аниме Честно Не помню Как босса звали Наверняка Не буду гадать Я думаю Кто смотрел Может даже Понять о каком и неме Хотя Даже если я Не называл Там догадаться Легко Я думаю В целом Так Иди к тентакле Я хочу Чтоб он на нее Наступил Она его продамажит Хорошо тогда Возможно Может и не получится Агрессивный Падла Я вам не скажу Что много ХП-кстителя снес Вообще-то Сейчас до сих пор Ух ты блин Прыгать умеет У меня энергии По нолям Кстати Ох Как оно Вот он Встал Как раз Такие тентакли В нем Елозят Прямо Боже Какие Страсти Тут творятся Да у нас Ну Понял Что я имел Ввиду Если Вторую Поставить Стеря рядышком Если его здесь Держать Будет вообще Круто По дамагу Именно Но Будет По прежнему Так же Сложно Его поставить На это место Если их Ставить Рядышком Ну В целом Хорошее Законание Реально Оно упрощает Себе Всю битву С боссом Так конкретно А оно Исчезает Все таки Лол Да Я не знал Игра у меня Столько битв С боссом Наверное не длилось Да Чтоб с не так И успел Исчезть Либо я не обращал Внимание Просто Так И добьем Обычной Атакой Топора В принципе Было без шансов Потому что Просто не пришлось Нормальным забегом К нему Ну Такой Безобидный Няшка Теперь Шепчет На ушко Мне что-то Как будто бы Так И сейчас О да Да У нас же Здесь Три слезы Целых Дается Это приятно Надеюсь Что сейчас Хотя бы С этих слез Я найду Этот Несчастный Амулет Света Раскайтесь Ибо Агнет Вступил В царствование Так У меня тут Три последователя Спать хотят Но они В принципе И так пойдут Я надеюсь Что они будут Спать После того Как ночь Закончится Не придет Он в голову Что типа О Надо вставать Что отдыхают До конца И еще Мой мысль Возникла такая Знаете Так Посмотрим За ними Сейчас Они спят Дальше Да Они спят Дальше Тела Мои Хорошие Мне интересно Если сейчас С этим боссом Мы должны будем Сродиться А кто будет Мне потом Слезы божества Обменят Потому что у нас По-любому Должны остаться Функции обмены Чтобы можно Закрыть весь контент Так или иначе Как-то я даже Не знаю Может быть Он останется Все равно Здесь Либо какая-то машина Будет Вместо него Не знаю Я надеюсь Я ничего не спровоцирую Какое-то начало Боя Мы не часто Вели торговлю С Шамурой Ему ничего Не было От меня нужно Истинно Говорю Его постигла Горестная судьба Тебе удалось Выполнить задание Владыка Алой короны Епископы Обрели свободу Что станет с ними Меня не интересует А вот что станет С тобой Много божеств Приходили за моими товарами На протяжении веков Они строили Одни и те же козни Вынашивали Одни и те же замыслы Ты правишь Иначе Посему я предлагаю тебе дар Символ начала Нашего нового Предприятия Этот алтарь Обладает чертами божества Которое когда-то Вело со мной торговлю Да напомнит Он тебе о роли Которую ты теперь исполняешь Так 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 Чертеж какой-то Итог Трофей Тот Кто ждет О Доказательство того Что тот Кто ждет Уже не восстанет Так Ну это Обязаны возвести Оно дорогое Кстати Прям реально А что если Финального босса Не будет И что так задумался Юное божество Твоей волей Здешние леса Начинают меняться Законы этого И даже Подустороннего мира Становятся шаткими Это не подлежит Сомнению Потому что он Не позиционировал себя Как наш враг Какой-то изначально Однако Шпатоки эфира Пронизывающие Бытие веков Бытие Много веков Невозможно Перенаправить В мгновение ока То что кажется Недвижимым Имеет крепкие корни В этом мире Еще много тайн Много слез божеств Не позволяй себе Довольствоваться мало Тебе удалось Стать достойным божеством Займи же Своё законное место В пантеоне Славься Агнец Славься Владыка смерти Погоди Так он Оооо Новая руна Дали Руна Владыки смерти Вы получаете Два больных сердца После оживления Типа дополнительный Или у нас Рес будет еще Не знаю То что у меня руна Даст Я не ожидал И возможно Что Финальная битва Не подразумевается Кстати Не знаю Спасибо что прошли Игру Несите добрую Весть народ Чтобы распространить Учение Великого Ягненка По всей земле Ребят Походу Не будет Финального Босса Но у нас Еще Я думаю Хочу сделать Серику Все таки Вобос Рашу Заключительную Скажем так Страна Здесь какой-то Звук идет Когда ты ускоряешь Это все Касаемо игры Я все ее плюсы и минусы Я и говорил Уже когда В прошлый раз Заканчивал Она Далеко 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 Не идеальна У нее много Грехов Но она Очень приятная В нее кайфово Играть В нее кайфово Проводить время Вернемся сейчас В наш культик Еще разок И в следующий раз Тогда будем бегать С этим руном Кого-то там Не знаю Не помню уже И я хочу Еще Погоди-ка Что мне Хочется проверить Это Отдать ему Эти долбанные слезы Да Слезы божества Да Интересно Я могу как-то С тем Кто ждет Еще раз Сразиться Просто Есть ли Есть такая опция Или нет Вот давай Это тот сам Амулет Вроде бы Наверное Нет Не дает Не докручивает Он до него Все равно Мне Подлутая Маленькая Дай еще Тот же самый Выбор Пожалуйста Тот же самый Амулет Тя очень прошу Нет Ладно Этот амулет Тоже давай Ладно Но походу Амулет Я Не дождусь Свою Возможно Не знаю Но поскольку Будет еще Обдейт по этой игре Если он добавит Какой-то новый контент Я буду рад вернуться В принципе в нее Я надеюсь Что он добавит Тогда лучше Новый данж Какой-то Нежели Пусть Он тебя не обязывает Скажем так Те кому не хватило Предыдущей Контентной игры Вот те Можете насладиться И поиграть Скажем так Еще сделать Кругаль Который не просто Знаете Такой будет Просто Что вы не Наигрались А он удаст Тебе Какой-то Условно говоря Еще Доп Концовку Хотя Это концовка Трудно назвать Но увидеть Усиленный там Босс Все такое То есть Добавляется Так или иначе Какая-то цель Это весьма приятно Погоди Корона Думаю Может Следующие Показать Ну ладно Сейчас Посмотрим Руно Владыки Смерти Вы получаете Два больных Сердца К сожалению Да Выглядит Оно у нас Вот так Вот Цепочка На шее Такая символичная Приятная Весьма Семя награда Вот как-то так Ребят Сегодня побегали Надеюсь Что вам понравилось Вы получили удовольствие От просмотра Подписывайтесь Ребят На канал Если это так Я буду очень рад Оставляйте комментарии Это тоже будет очень приятно Вступайте в следующий В следующий Подписывайтесь Попчатся К нам В сериале Что-нибудь Счетчего Но я Ждаю Всем Ребят В хорошем Страни Такого же Дня Всем Удачи Всех Пусть Пусть И всем Пока Пока